С каждым днём интернет, компьютеры и всевозможные гаджеты всё глубже проникают в нашу жизнь. Прогресс не стоит на месте, чуть ли не каждый день презентуются новые продукты, упрощающие нашу жизнь и делающие услуги более доступными. Но вместе с ними развиваются и вирусы, направленные на выкачивание данных или наличных средств. На просторах всемирной паутины идёт настоящая битва между полезным и вредоносным программным обеспечением. Казалось бы, что такого, если некто благодаря интернету и вирусам получит доступ к вашему компьютеру и смартфону? Практика показывает, что хранящихся на них данных и паролей с лихвой хватит на то, чтобы обнулить ваши счета в банках или взять на ваше имя кредит. Сегодня онлайн мы разберёмся, как этому противостоять. Трояном называют компьютерную программу, которая содержит в себе вредоносный код, но на первый взгляд кажется совершенно безобидной. Трояны, как троянские кони из греческой мифологии, способны обойти защиту компьютера и причинить ущерб либо машине, либо пользователю. Они курсируют в сети интернет и ежедневно появляются их новые версии. Эти вредоносные программы заражают в среднем каждый третий компьютер. Иммунитета против них нет даже у смартфонов. В большинстве случаев Троян представляет собой игру, программу, приложение или файл, прикреплённый к электронному письму. Для начала нужно уяснить, где они прячутся. Обычно вирусы имеют привычку скрываться в скачиваемых файлах, приходить к вам по почте и даже гнездиться непосредственно в коде электронного документа, открытого вами в браузере. В большинстве случаев, запустившись у вас на ПК, вирус открывает доступ к системе множества других программ. Они уничтожают данные, копируют и пересылают своим хозяевам различную конфиденциальную информацию, хранящуюся у вас на компьютере по интернету. Для того, чтобы этого избежать, нельзя заходить на непроверенные сайты, качать с них любые данные, как музыку, программу или видео. Иначе самым безобидным, что может случиться с вашим электронным другом, может быть это. Кстати, самым разорительным вирусом стала программа «Вредитель I Love You». Придумана она была очень оригинально для своего времени. На почту пользователя приходило электронное письмо «I Love You» с вложенным файлом. Если юзер скачивал его, то получал скипт, который отсылал письма в сумасшедших количествах и заодно удалял наиболее важные системные файлы на ПК. 10% существовавших в мире компьютеров были заражены, а общий ущерб составил 5,5 миллиардов долларов США. Одни из самых опасных вредоносных программ – так называемые фальшивые антивирусы. Программа может называться антивирусом, выглядеть и работать как антивирус, но при этом делать свое темное дело. Она станет выводить предупреждения о шпионском софте или вирусах, которых на самом деле нет на вашем ПК. А за лечение от этой мифической болезни требовать покупки полной версии или специализированных лекарств. Вообще, так называемый захват ПК проводится с целью его дальнейшего несанкционированного использования и контроля. С вашего компьютера похищается самая разнообразная информация – от паролей, номеров, счетов и банковских карт до создания контроля над вашими электронными кошельками. Поэтому всегда нужно быть бдительными. Регистрируясь на сомнительных ресурсах, вводите адрес созданной только для этих целей электронной почты, а не той, которой вы регулярно пользуетесь для личной и деловой переписки. Возможно, вы остановились на этой веб-странице, потому что подцепили серьезный вирус и не знаете, как его удалить. Вероятно, вы не эксперт в этой области знаний и не осведомлены вот о чем. Раньше компьютерные вирусы были надоедливыми, но, как правило, безвредными. Теперь почти все вирусы написаны специально, чтобы украсть у интернет-пользователя деньги. Главные цели атак – кредитные карты, банковские счета или пароли от учетных записей. Если вы заражены вирусом, это значит, что прямо сейчас где-то в мире хакеры-правонарушители имеют доступ к вашему ПК и ко всей информации на нем. Они видят все, что вы делаете, и не собираются останавливаться на этом до тех пор, пока не получат ваши деньги. Как же удалить вирус и убедиться в том, что компьютер и ваша личная информация снова вне опасностей? Для защиты от подавляющего количества опасностей, приходящих из всемирной сети, достаточно всего лишь регулярно обновлять операционную систему, антивирус, браузер и базу данных. Обновление – это не прихоть разработчиков, а их признание того, что обнаружена дыра в системе, и вам нужно срочно ее залатать. С каждым днем в интернете появляется все больше программ, которые можно загрузить совершенно бесплатно, а значит, это дает большие возможности хакерам, которые давно уже переключились на создание вредоносных утилит для телефонов и смартфонов. Вирус подхватить проще простого, ведь любой файл, скачанный во всемирной паутине, гипотетически может нести в себе вредный скрипт. Если вы все же поймали вирус и телефон начал вести себя не по-товарищески, смело скачивайте проверенный антивирус. Лучший из них мы продемонстрируем прямо сейчас. Вот этот мобильный антивирус для Android на базе двойного локального и облачного антивирусного движка KingSoft. Дополнительные функции включают защиту от кражи, поиск устройства, блокировку вызовов и даже ее защиту. Единственный антивирус, который смог отключить вирус, который был администратором устройства. Далее загрузка в безопасном режиме и удаление вирусной программы. Неплохо помогает в обороне от вредоносных программ и зачистке от них вашего устройства вот этот бесплатный антивирус для Android-планшетов. Здесь предусмотрена защита планшета от вредоносных приложений, потери или кражи устройства, безопасный интернет-серпинг. Кроме того, по заверениям разработчиков, он успешно защищает от опасных мобильных вирусов, вредоносных и шпионских приложений, а также нежелательных смс-сообщений, помогает сохранить ваши личные данные в безопасности и блокирует вредоносные и фишинговые веб-сайты при использовании мобильного интернета. Когда мне только купили смарт, мы его отнесли в сервисный центр, чтобы нам затащили проги, в том числе и антивирус, AVG какой-то. Теперь по истечению времени понимаю, что только этому антивирусу можно доверять самое сокровенное. Это же вирус, наш главный враг! Главный хулиган-овредитель! Мы обязаны его поймать и посадить в карантин! Ну, в обычной ситуации, да. Но сейчас-то ситуация необычная, я бы сказал, чрезвычайная, нам угрожают другие вирусы из интернета. Вы знакомы с их уловками и хитростями? Нет. А, а он знаком, потому что он сам один из них. Да, я один из них, ну, то есть из вас. Пожалуй, отметим еще один антивирус для смартфона. Приложение Trustport для андроид-устройств iPhone и iPad позволяет безопасно хранить и надежно шифровать фотографии, а также файлы и документы. В случае, если антивирус не нашел вредоносных программ, но телефон продолжает странно себя вести, вам поможет полный сброс настроек. Все ваши данные, включая музыку и фотографии, перенесите на компьютер или перекиньте в Google Drive и смело чистите данные. После успешных действий смените пароли от аккаунтов в социальных сетях и приступайте к любимому занятию просмотру роликов на видеохостинге. А ваш гаджет будет понимать вас так же, как партнер по катанию на роликах из самого популярного видео недели. Субтитры сделал DimaTorzok Найти наши материалы можно не только сканируя QR-коды на экранах, но и на сайте 24KZ. На сегодня все. Берегите свои данные от посторонних. Но главное, проводя время во всемирной паутине, никогда не забывайте о реальности. С вами была Анжела Гарипова. До новых встреч онлайн. Субтитры сделал DimaTorzok